В Новый год без долгов ресурсные организации взяли на вооружение новую меру борьбы с неплательщиками. Начисленные пени автоматически спишут в случае полного погашения основной задолженности за коммунальные услуги. Подробности в следующем сюжете. Почти 2 миллиарда рублей именно такую сумму магнитогорцы задолжали за коммунальные услуги. При этом львиная доля приходится на трет степлификации. Здесь цифры превысили отметку в миллиард. С неплательщиками борются разными способами. Самое главное из них – обращение в суд. С начала года мы направили практически 6 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов на 323 миллиона рублей. Из них районами отделения судебных приставов города магнитогорска по вынесенным судам судебным приказам в количестве 4223 штук на сумму 13 миллионов рублей нам поступило отлага. Есть и крайние меры ограничить подачу ресурса. Но специалисты отмечают, что подобные методы, как и судебные тяжбы, не всегда эффективны. Между тем, на оплату текущих платежей человеку дается месяц. Если срок превышен, на сумму начисляется пеня. Пеня начисляется с 31 по 90 день в размере 1,03 ставки рефинансирования, с 91 по момент оплаты в размере 1,130 ставки рефинансирования. К слову, одна только теплификация в этом году начислила горожанам пенни на 66 миллионов рублей. Но и такие санкции не всегда эффективны. Чтобы вернуть деньги, ресурсники принимают новые меры. Так, в городе стартовала акция «В Новый год без долгов». Предприятия обещают штрафы автоматически. Спишутся, если человек в полном объеме погасит просроченные платежи. Но акция не распространяется на следующий случай. Когда имеется решение суда, судебный приказ о взыскании задолженности, вступившую в законную силу. Когда пеня подтверждена судебными актами и взыскивается в порядке исполнительного производства. Меры отмечают в мэрии экспериментально, а потому распространяется пока только на услуги водоканала и теплофикации. Акция продлится до конца года и, если окажется эффективной, ее обещают продолжить. Елена Вишнякова, Юлия Корти, Вадим Бутаков, информационная служба, медиагруппы «Знак».